Никаких гаджетов и шпаргалок, только паспорт и вода. Процедура сдачи единого государственного экзамена в досрочный период ничем не отличается от основной. Строгий контроль на каждом этапе. За порядком в самих аудиториях следят не только видеокамеры, но и общественные наблюдатели. Процедура стандартная, она и в основной период, и в досрочной. Одна и та же. Используется технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и передача материалов уже заполненных тоже по сети интернета из аудитории. Досрочный период сдачи единого государственного экзамена стартовал с двух предметов – литературы и географии. Анастасия Кокуркина в прошлом году уже проходила испытания, но мечтает улучшить свой результат. Высокие баллы необходимы для поступления в московский вуз. Первый раз я сдала на 77 баллов, сейчас хочу улучшить свой результат. Все зависит от внутренней подготовки. Вот ты пришел на экзамен, ты спокоен и все хорошо. Ты просто сел и думаешь, вот это мой Ким, его я учил, его я готовил, так и получается. На испытания по литературе и географии заявилось 16 человек. В основном это выпускники прошлых лет и студенты среднеспециальных учебных заведений. Всего же в нашей области правом сдать ЕГЭ досрочно решили воспользоваться 118 пензенцев. Результаты каждого экзамена можно будет узнать через 10 дней после его проведения.